Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол за жизнь. Ну что же, настал тот самый день, которого мы ждали 4 года. Финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Аргентина против сборной Франции. Друзья, обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту встречу. Интересно будет потом почитать и сравнить с реальными результатами. Ну что же, Аргентина и Франция. Аргентина, в принципе, была фаворитом чемпионата мира до его еще начала. Но сразу же какие-то котировки у букмекеров снизились после поражения от Саудовской Аравии. Но потом вроде бы компания Лионеля Скалони все исправила. И в итоге набрали отличный ход, обыграв на стадии 1-8 сборную Австралии. В четверть финале прошли голландцев. Хоть и вели с отсчетом 2-0, но все-таки в небольшой промежуток времени пропустили два мяча. И по пенальти в итоге прошли. Ну а в полуфинале без шансов разобрались со сборной Хорватии 3-0. Что можно сказать по поводу сборной Франции? Это действующие чемпионы. Так что титул защищать намного труднее. Но пока что дойти до финала этой сборной Франции пока что получилось. Но посмотрим, что будет в реальном матче. На стадии 1-8 французы 3-1 прошли Польшу. В четверть финале обыграли 2-1 англичан. И на стадии полуфинала обыграли Марокко со счетом 2-0. Уже в первом тайме мы увидели красную карточку, которую получил игрок сборной Аргентины. Сначала желтую он получил перед забитым мячом Лионеля Месси. А потом уже после пропущенного мяча или сразу после забитого Месси получил вторую желтую. Ну а мы уходим на перерыв. Месси и Дембеле забили по одному мячу. И сейчас комфортно себя никто из этих ребят не чувствует. Потому что ну надо бежать вперед. 45 минут остается. И почувствовать тот самый дух финала Мундиаля это дорогого стоит. Но вот 49 минута и снова забивает Месси. В меньшинстве играя сборная Аргентины неплохо себя чувствует против французов. И Месси шикарно забивает и выводит снова сборную Аргентины вперед. Ну вот он Киллиан Баппе шикарно прошел, шикарно пробил, шикарно забил в дальнюю девятку. И все это в стиле Киллиана Баппе. Так вот он уже забивал, если я не ошибаюсь, сборной Польши. Да, забил он вроде как дубль. Также аккуратненько в ближнюю девятку, потому в дальнюю. Вот как-то так. Ну а вот мы видим концовку уже основного времени. И Чоамени с помощью тайм-финишинга забивает уже на последних секундах. И в итоге Франция одерживает победу, впервые выйдя вперед в этой встрече, лишь только в концовке, сделав счет 3-2, благодаря вот золотому голу Чоамени. Поэтому французы побеждают два турнира подряд, именно два чемпионата мира в 2018 году в России и вот сейчас в 2022 в Катаре. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok